70% из нас испытывают стресс, напряжение и усталость на работе. Монотонные и однообразные действия – это самый верный признак того, что работник переутомлён, а со временем это приводит к депрессии. Чтобы перенаправить свои мысли в позитивное русло, психологи советуют ненадолго отвлечься на любимые книги, фильмы, музыку, то, что вам приятно. Какие мне нравятся запахи, какие мне нравятся люди, какие мне конкретно нравятся вещи. Какие места в Алма-Ате мне нравятся, да, например. И тогда, вспоминая свои любимые приоритеты и любимые вещи, человек тоже наполняется определёнными ресурсами. Настроить себя на работу проще, если постоянно напоминать себе, для чего вы трудитесь и какие блага от этого получите. Размещенные на рабочем столе фото семьи и изображение того, о чём мечтаете, выступят своеобразным стимулятором. В случае, когда сконцентрироваться катастрофически не удаётся, следует дать мозгу конкретное задание в качестве разминки. Это хорошо помогает переключиться и быстро прийти в себя. Потому что, когда мы даём своему мозгу определённые конкретные задания, посчитать, посмотреть, оценить, вычесть или, наоборот, исправить ошибки, то, в принципе, эмоциональное состояние выравнивается. Помогают снять напряжение и физические упражнения. Существует огромное количество лёгких разминок, но выглядеть они будут, скажем так, шокирующе для окружающих. Однако, чтобы снять неловкость, предложите присоединиться к зарядке коллегам. И весело, и полезно. Есть и другие способы. Виктор, инструктор йоги, параллельно работает ещё и в офисе. Восточные практики с успехом применяют в своём коллективе. Чтобы снять спазм, есть одно простое упражнение, но его лучше можно как-то в ракурсе показать. Оно раскрывает грудной отдел и позволяет спине принять правильное положение, то есть расслабиться. В таком положении человек должен находиться минуты три, наверное. После этого, освободившись эти верхние каналы, запустят энергию уже в более свободном течении, то есть верх спины освободится. Йога способствует приливу сил и повышает работоспособность нашего организма. Есть несколько несложных упражнений для офиса. Вдох, выдох. Вдох, поднимаем, выдох, опускаем, до конца ставимся. Снова вдох, до конца справа. Физическая активность – это дополнительный заряд энергии, что очень необходимо в динамичной работе. И напоследок, ещё один совет. Если есть такая возможность, составляйте рабочий график пропорционально своим способностям и делайте как можно чаще активные перерывы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok